День Города День Города День Города Избирательная комиссия муниципального образования город Рязань постановляет 1. Подписать протокол избирательной комиссии муниципального образования город Рязань о результатах выборов по единому избирательному округу Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город Рязань в сети интернет Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия Кто за данное решение, прошу голосовать. По спискам в числе избранных оказались и представители Госдумы Владимир Жириновский, Александр Шерин, Андрей Красов и регионального парламента Татьяна Панфилова. У избранных по спискам депутатов есть пять дней для того, чтобы отказаться от мандата. Напомню, в выборах приняли участие более 90 тысяч рязанцев. Явка составила почти 22%. Не обошлось и без жалоб, которые также рассмотрели на заседании избирательной комиссии. Поступило обращение гражданина Михайлова о том, что в день голосования на избирательном участке номер 884 не предоставили возможность самостоятельно проставить свои паспортные данные в списке избирателей. Соответственно, получена объяснительная от участковой избирательной комиссии, на основании которой данный факт нашел свое подтверждение. На основании изложенного предлагаем признать жалобу обоснованной, удовлетворить, сделать замечание участковой избирательной комиссии о не допущении нарушения избирательного законодательства. Представители городского избиркома подписали итоговый протокол, к которому Михаил Карпухин, член комиссии от КПРФ, приложил особое мнение. Там указано, что во время избирательной кампании и самих выборов были созданы неравные условия. Более подробно с результатами и списками по единому и одномандатным округам можно ознакомиться на сайте городской избирательной комиссии. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Московское шоссе начали ремонтировать. Первый этап планируют завершить до 30 ноября текущего года. В администрации города подчеркивают, что работы будут вестись преимущественно в ночное время суток, чтобы не создавать неудобств водителям. Подробности в следующем сюжете. До самого ремонта еще далеко. Пока идут только подготовительные работы. В районе торговых центров на Московском начали срезать асфальт. Ремонт обещали проводить ночью, а вот подготовка к нему идет днем. Пока дорожная техника помех для автолюбителей на Московском шоссе не создает. Сейчас рабочие демонтируют барьерные ограждения. Юрий на Московском бывает часто. В этот раз приехал в торговый центр. Он считает, что самую протяженную рязанскую дорогу давно пора ремонтировать. Отлично. Дорога будет хорошая, а то постоянно разбитая. Я считаю правильно. Везде надо давно заняться этим делом. Ранее рязанские электронные СМИ писали, что Московское шоссе ремонтировали в 2013 году. Однако, как выяснилось, работы были выполнены с нарушениями. В 2015 году на Московском шоссе был ремонт проезжей части моста через реку Павловка. В сентябре 2016 года на проблемных участках был гарантийный ремонт. Время потеряно. Впереди дожди. Ну что, сейчас срежут, как обычно, положим асфальт в лужу. Летом же ничего не делали. Вот и все. А вообще ремонтировать, конечно, надо обязательно, потому что сплошные ямы, что-то ездить стыдно. И перед приезжим стыдно. И самим неудобно ездить. В этом году отремонтируют около 400 метров Московского шоссе. Работы проведут от железнодорожного путепровода до дома номер 5 на Московском шоссе. Второй этап ремонта будет завершен к 1 сентября 2019 года. Бюджет у Рязани ремонт обойдется в 175 миллионов рублей. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Отопительный сезон в Рязани начнется 29 сентября. Поставлять тепло в дома жителей города будут филиал ООО «Новорязанская ТЭЦ», котельные МУП и РМПТС, Дягилевская ТЭЦ и ведомственные котельные. Однако спокойно готовиться к сезону они не могут. Ведь за прошлый год коммунальщики уже не досчитались значительной суммы. 650 миллионов рублей – это общая сумма задолженности по оплате услуг РМПТС по состоянию на 1 сентября. Что примечательно, большая часть – это долги старого периода, то есть им больше трех лет. Как утверждает заместитель директора РМПТС по сбыту Владимир Базарь, сейчас сотрудники переходят к активным мерам. И пусть должники не удивляются, если к ним пожалует пристав и начнет описывать их имущество. Если у них вдруг со счетов начнут списываться по исполнительным документам денежные средства, пусть не удивляются и не возмущаются. Это все будет делаться строго в рамках закона и с целью взыскать старые накопившиеся задолженности. Владимир Базарь сообщил, что главное для должника – это не доводить дело до суда. Сотрудники РМПТС постоянно идут навстречу потребителю. Он может опять же приехать к нам и мы выслушиваем, принимаем решения и идем навстречу, чтобы помочь человеку. То есть у нас есть мировые соглашения с жителями вплоть до трех лет. То есть мы идем на рассрочку платежа. Мы выслушиваем человека, понимаем, что это объективные причины и даем ему возможность оплатить долг долями. Сотрудники отмечают, что человек не может не знать о своем долге. Неплательщики всегда уведомляются о задолженности письмом с требованием. В дальнейшем планируется ввести также и систему СМС-оповещений. Чтобы задолженности не появилось, необходимо произвести оплату за услуги до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Вот только если человек не успел, переживать не стоит. В первые 30 дней после срока оплаты действует льготный период. То есть не начисляются ни задолженности, ни штрафы. Однако уже на 31 день начисляется пение в размере 1,03 ключевой ставки Банка России за каждые сутки просрочки. На 90 день просрочка будет дорожать на 1,130 или на 55 рублей с каждой 1000 рублей долга в день. Оплатить задолженность можно любым доступным способом через КВЦ, в любом почтовом отделении, в банковских терминалах или онлайн. Получить консультацию о задолженности и узнать сумму можно в пункте приема граждан РМПТС. Это два адреса. Один на Советской армии 13А, магазин Дикси, под вывеской МПКВЦ. Сидит представитель как наш, так и водоканала, так и электросетей. С сентября открылся новый пункт приема населения на Политаевском 2, Татарская 95. Там идет такой же комплексный прием населения, как и на Советской армии. Пункт приема граждан находится по адресу Косточево, 15А. Валерий Седов, Игорь Глотов, селекомпания, город. Уведомления для уплаты имущественных налогов рассылают УФНС России по Рязанской области. В течение сентября-октября их получат все рязанцы. Напомним, что они относятся к земельным участкам, объектам капитального строительства, транспортным средствам. В какие сроки нужно уплатить налоги и какие вычеты, введенные в этом году, знает Дина Исляева. Уведомления по почте получат только те рязанцы, которые индивидуальным кабинетом налогоплательщика на сайте УФНС не пользуются. Электронные уведомления в этом году получат 120 тысяч из 600 тысяч налогоплательщиков. В Рязанской области за год на 9,5 тысяч увеличилось число налогооблагаемых земельных участков на 23,5 тысячи объектов капитального строительства. Количество транспортных средств осталось на уровне прошлого года – 435,5 тысяч. Но в введении этого года налоговый вычет, получить который могут некоторые категории льготников. Вычет предоставляется льготным категориям граждан в размере кадастровой стоимости 6 соток по одному земельному участку. К этим льготным категориям граждан относятся прежде всего все пенсионеры, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны. Заплатить налоги на имущество необходимо до 3 декабря. Тем, кто это не сделает, ОФНС начислит пенни за каждый день просрочки. Если эта мера не поможет, должника ждет судебное разбирательство. Рязанцам, долги которых превысят 30 тысяч рублей, могут запретить выезд за рубеж. Всего в 2018 году с Федеральной налоговой службой Рязанской области было направлено более 2 тысяч таких ходатайств об ограничении выезда за рубеж в службу судебных приставов. Мера очень эффективна и, как правило, каждый третий налогоплательщик, который получает такое уже уведомление от службы судебных приставов, соответственно, его оплачивает свои долги перед бюджетом. Информацию об имеющейся задолженности по имущественным налогам теперь можно получить в МФЦ. Если возникли какие-то другие вопросы, зайти в личный кабинет налогоплательщика или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первую волну гриппа зафиксировал Роспотребнадзор. Она небольшая, но заметная. Причины связывают с тем, что дети пошли в школы. В новые коллективы они привезли каждый свой вид вируса. Также специалисты напоминают о скором наступлении ежегодного сезонного гриппа, который ожидается в середине осени. А вот пик заболеваемости традиционно прогнозируют на январь-март. Чтобы минимизировать риск заражения, врачи рекомендуют заранее пройти вакцинацию. Отцифровочный центр откроют на базе Государственного архива Рязанской области. Он позволит перевести более 4 миллионов документов в электронный вид. Сейчас в читальном зале выдают их оригиналы, самые старые из которых датируются 1703 годом. Подробности далее. Метрическая книга – большой исторический источник. Она содержит данные о людях, фамилиях. По ней можно выяснить не только свою родословную, но и демографию конкретного временного периода. Книги вели при церквях. Они были разделены на три раздела – рождение, бракосочетание и смерть. Толщина метрических книг может достигать 70 сантиметров. Вес до 10 килограмм. Ежедневно сотрудники архива выносят в читальный зал по 200 килограмм таких документов. Читатели знакомятся с их оригиналами, многие из которых датируют с началом 18 века. Для сохранения исторических документов на базе архива откроют оцифровочный центр. Оборудование для него приехало в понедельник. В течение недели его будут собирать. К этому сканированному фонду мы обязательно будем делать справочный поисковый аппарат. Что позволит с одной стороны сохранить оригиналы, которые сейчас у нас в читальном зале востребованы очень. И к нам приезжают не только с нашей Рязанской земли, но и со всего Советского Союза бывшего. С другой стороны, это будет храниться уже не оригиналы, будут люди листать, а будут листать виртуальные книги. В первую волну оцифровки помимо метрических книг попадут ревийские сказки. Это данные переписи населения, в которых указаны имущества людей. А также учетно-техническая документация всего Рязанского края. В ней можно найти данные о земле, помещениях, зданиях, технические планы. То есть материалы, которые до 1 января 2013 года хранились в БТИ. У нас есть такие большие, очень старинные документы, которые сшиты, прошиты специальным способом. Они еще в своей оригинальной, так скажем, обложке. И их расшивать нельзя. Вот если мы их разошьем, то, соответственно, это уже будет новодел. Потому что их потом обратно сшивать. Но это уже, знаете, это некомпетентно, это непрофессионально. Новое оборудование позволит провести сканирование без расшивки. А значит, откроет возможности для новых исследований. У нас есть многие люди, которые приходят в читальный зал и говорят, я пришел сделать открытие. И это открытие можно действительно сделать каждый день. Потому что история наша настолько велика, настолько интересна, что начиная с семьи можно вообще-то изучить историю родного края. Отцифровочный центр – приоритетный проект Рязанской области. В перспективе он позволит не только перевести документы в электронный вид, но и делать страховое копирование, то есть копии на микрофишах или посеребренных микропленках, что является самой передовой мировой технологией хранения материалов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Место бывшего поселка Курша-2 в Клепяковском районе благоустроили автотуристы. Напомним, что он был уничтожен лесным пожаром в августе 1936 года. При трагедии погибли 1200 человек. Это почти все жители населенного пункта, заключенные, работавшие на лесозаготовках, и военные, которые помогали в тушении пожара. Восстановительные работы провели члены сообщества рязанских автотуристов «Своя колея». Они расчистили дорогу к поселку, убрав поваленные деревья, заменили истертую памятную табличку на новую, восстановили дорожный указатель с названием населенного пункта. При этом волонтеры отметили, что изначально собирались на Курша-2 на экскурсию, но увидев место, решили сделать для него что-то полезное. Матч Лиги чемпионов прошел на стадионе ЦСКА. Женскому футбольному клубу «Рязань-ВДВ» противостояла команда «Русенгорд» из Швеции. Посмотреть на игру высочайшего класса могли все желающие. Вход на стадион был свободным. О том, кто же одержал победу, расскажет Валерий Седов. Под аплодисменты болельщиков на поле появляются игроки российского и шведского клубов. Здесь и члены сборных, и спортсмены с мировыми именами. Сегодня они сразятся на рязанском стадионе ЦСКА. Тренер регионального клуба Константин Климашин настраивал спортсменок на игру за несколько дней до матча. Всей командой они обсуждали противника, его сильные и слабые стороны. Все дни подготовки к матчу Константин Климашин говорил, что «Рязань-ВДВ» по силам обыграет шведский «Русенгорд». Сейчас команде нужно подтвердить слова делом. На поле идет ожесточенная борьба за мяч. В футбольном клубе «Рязань-ВДВ» играют три спортсменки из женской сборной России. Одна из них – Елена Данилова, нападающий, лучший бомбардир 2005-2006 годов. Две другие – Надежда Колтакова, полузащитник, и Анна Беломыцева, защитник. Шведскому «Русенгорду» тоже есть чем похвастаться. В его составе играет одна из самых титулованных футболисток Европы Анна Митак, центральный нападающий. Она выиграла практически все награды, которые, возможно, на клубном и национальном уровнях. Эту игру можно смело назвать противостоянием сильнейших, поэтому увидеть это зрелище пришли сотни болельщиков. Поддерживают игроков и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крахалева, а также министр физической культуры и спорта региона Сергей Кряников. Фанатский сектор не умолкает, то и дело раздаются кричалки, песни, а в поддержку футболисток повесили большой баннер с надписью «За кубком». Юная участница Рязань ВДВ Лиза Лазарева рассказала, что сейчас команда выполняет все установки тренера. В целом мы выполняем установку тренера, играем на быстрых атаках, не даем обыгрывать себя. Опасных моментов за первый тайм создавалось достаточно. Практически каждые несколько минут болельщики задерживали дыхание и смотрели за исходом новой атаки. Напряженная игра никого не оставила равнодушным. Игроки падали и снова поднимались. Травмы не свалили никого. Первый тайм закончился со счетом 0-0. Один из болельщиков, тренер-преподаватель по футболу, прокомментировал исход первого тайма. Игра смотрится напряженно, с небольшим территориальным преимуществом наших гостей. Но наша команда выглядит достойно, тоже создает моменты. И я думаю, основная борьба еще развернется в втором тайме. С началом второго тайма счет на таблоне менялся на протяжении практически 45 минут. На последних секундах игры шведский Русенгорд прорвал оборону Рязанок и забил свой первый гол. На то, чтобы отыграться, у Рязань ВДВ оставались считанные минуты добавленного времени. После финального свистка судьи счет матча остался неизменным. Правда, опускать руки еще рано, как сказал тренер региональной команды Константин Климашин, нам по силам обыграть шведский клуб. И 26 сентября состоится ответный матч в городе Мальмео, где рязанки смогут показать свои силы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани открылась 19-я клиника медицинского холдинга «СМ-клиника». Центр оснащен современной техникой. В нем есть взрослое и детское отделение, стационар. Обо всех возможностях клиники узнала наша съемочная группа. 2800 квадратных метров, три этажа. «СМ-клиника» по праву может считаться самой крупной частной клиникой в Рязани. Я надеюсь, что жители Рязани к нам будут ходить, будут у нас лечиться и будут о нас хорошо отзываться. Я вас всех поздравляю. Давайте откроем нашу новую клинику. В день открытия для гостей устроили экскурсию. На первом этаже для удобства пациентов расположен кабинет функциональной диагностики, где могут проводиться исследования ЭКГ. Рядом процедурный с удобными креслами. Пациентам смогут ставить капельницы, наблюдать за их состоянием после длительных процедур. Планируется у нас следующим этапом – это открытие рентген-диагностики. Планируется открытие энтоскопической гастроколоноскопии. Планируется открытие малооперационной в условиях дневного стационара. Открываются практически все направления, которые необходимы человеку для обследования и лечения. Приходят сюда высокопрофессиональные доктора. Отдельная гордость – СМ-клиника кадры. Здесь будут работать кандидаты и доктора медицинских наук. Все оборудование в клинике современное – аппарат УЗИ экспертного класса. На втором этаже клиники – детское отделение. У нас планируется также годовое обслуживание детей от 0 до 18 лет по возрастным категориям. Планируется также ведение беременности. Это первый триместр, второй триместр, третий триместр. Планируется в дальнейшем профосмотр. В детском отделении свой кабинет вакцинации и процедурный кабинет. Здесь будут вести прием эндокринолог, кардиолог, педиатр, детский гинеколог, уролог, андролог. На втором этаже часть помещений – взрослое отделение. Здесь уже принимают узкие специалисты. Кабинет лор-врача оснащен современной аппаратурой, соответствует последним стандартам медицины. Есть лор-комбайн, видеостойка, эндоскопы, аудиологическая аппаратура, аудиометр, темпонометр. Цены будут рязанские, несмотря на то, что это московский холдинг, несмотря на то, что это московское качество. Если человек зашел в данную клинику, он может получить всю помощь сразу, не выходя за пределы нашего трюльца. СМ-клиника уже открыла двери для первых пациентов. Находится она в 15 минутах езды от центра города по адресу улица Васильевская, строение 3. Пациентов ждет московское качество по рязанским ценам с 9 до 21 часа, без выходных и праздничных дней. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok